Я вообще евреев плохо переношу, но вы исключительный. Вы какой-то прямо супер какой-то, вы не еврейский, какой-то еврей. Нет, вы просто евреев настоящих не знаете, вы просто знаете этих... Слышите, после вас, как вы развалили этого Григория, эта штука попалась мне. Так вы его добили, Григория? Вот надо его добивать. Эти мрази сюда заходят, чтобы еврейский народ, значит, очернять, знаете. Григория, да, он так начал ко мне, значит, постелиться. Какая тут муза, какая фея закончилась матом трехэтажным убеганием. Я Григория. Вы понимаете, как он маскируется? Значит, якобы он добродушный, хороший человек, который, ну, типа, да. А вот так вот подковырнуть и раскрыть ему сущность? Вот это вот Григорий, да, который желает смерти. Я только что его видела у вас, да, это Григорий. И он такой, вы такая муза, такая женщина. Я говорю, ну, вы же из Израиля, говорю, наверное, русских не любите. Да вы что, я люблю русских. Да я вообще обожаю... Вы представляете, цирк, это что, представляете, какая же натура. Это лицемерная его сущность. Ну, и в итоге пришлось ему рассказать немножечко. Он как что-то... Ваши там русские в пакетах. Я говорю, да я слышала о вас там тоже сейчас много евреев в пакетах. Последнее время как-то начало попадать в Ливане там и так далее. Ну, это мы всем дали, мы там их всем как наказали. Они там все немножко мертвые. А я говорю, а это же я уехал в Израиль. Я говорю, а там, оказывается, тоже немножко неспокойно, да. Ну, мы сейчас как всем дадим, мы сейчас всем покажем. Нас все должны бояться. Ну, в общем, Григорий, одним словом. Да. Понимаете, люди... Вот если человек людоненавистник, и он радуется смертям людей, неважно где, все, это сущность человека гниды, понимаете? Ну, быстро себя показал. Надо... Да, надо сочувствовать, надо всегда, наоборот, искать точки соприкосновения. То есть, да, в крайних мерах там конфликт интересов страны, да, происходит. Но даже солдат, который на войне, да, он не убивает от ненависти к врагу. Он убивает, защищая свою родину, но он печалится этим убитым людям. То есть, да, он же пытается сказать, сдавайся, там, брось оружие, сохрани жизнь. Нет задачи, да, даже у армии. Вот как этот говорит, всех русских там, говорит, мавроди, значит, евреи, всех русских, значит, да, этот. Это вот видно, что сущность его ненавидеть людей, понимаете? Конечно. Их надо расчехлять и показывать их сущность, чтобы люди знали. Я, знаете, я очень удивилась вообще вашему контенту. Подписалась сначала, просто посмотрела один ролик, два. Думаю, ну что ты, ну, евреи, думаю, что там можно сказать. И тут я попадаю на вас, значит, с беседой с этим Пашкой Какашкой, короче, вот этим вот, актер по жизни. Ну, это просто браво, это прямо аплодисменты, стоя, вы уже так его вывернули. Как бы и так, наверное, думаю, все русскоязычные, как бы, благосфера видела, что, ну, вы поняли, да, о коме говорю? Паша этот еврей, который просто показал себя нацистом конкретно. Он не еврей, он не еврей, он белорус. Да, он думает, что он еврей, да, он же всем представляет, что он еврей. Понимаете, я же не могу объяснить, что, смотрите, если послушаете раввинов, да, знающих, они вам скажут, что евреем может стать каждый человек в мире, вот на планете Земля. Еврей – это религия. Это религия. Когда ты принимаешь иудаизм, тебя крестят, да, ты уже становишься евреем. То есть, если Паша не иудей, его зовут Паша, он родился в Белоруссии, да, какой он еврей? Ну, ему просто сказали, что мама еврейка, значит, и ты еврей. Это светское понимание, то есть, он светский еврей, да, то есть, в обозначении, что у него есть там еврейские корни. Но, если он отреченный от иудаизма, все, то есть, сами иудеи и евреи верующие его не воспринимают, как евреи, они его воспринимают, как и других людей, да. Ну, там Григорий, там, русский, да. Да, Григорий. Поэтому очень многие, которые побежали в Израиль после создания государства Израиля, это очень многие были из Восточной Европы, то есть, польские евреи, евреи русские, да, советские, я имею в виду. И они, приехав в Израиль, вот это вот захлестнула их волна патриотизма, что у них теперь государство, флаг, да. А зачем ты серешь русский народ, который тебе дал жизнь? Ты себе брал имена Григория, Владимир, значит, да, там, фамилии там, значит, Ивановы, конечно. И ты рос как русский среди русских, значит, да, рос как в европейских странах, как европеец. И сегодня ты сидишь и рассказываешь, что вот так и надо русским, надо там, понимаете, это что за идущий человек? Да, 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 вообще, что у человека в голове, это ни чести, ни словести, ничего нет. А вы скажите, вот вы с Пашей, понятно, я видела, вы говорили, а с его лучшим дружком или хозяином по жизни, Бабичев, он еще не попадался? Вы не разговаривали с ним? Нет, он попадался мне, я выложил же ролик, ну, Бабичев вроде как бы он не несет такую риторику людоненавистическую там, я хотя не слышал, он мне попался, я больше говорил, чем он, я высказал, как бы, понимаешь, у него аудитория больше, чем у меня, я высказал свое, как бы, да, видение того, что в мире происходит, а он вроде как согласился. Просто он на днях попался к какому-то новому тоже, ну, такому молодому блогеру, у которого не очень много подписчиков, и там зашел разговор, ну, он обычно про Америку же разговаривает там, ну, с Украиной, и зашел разговор, я, к сожалению, вы знаете, ну, просто выпала из головы, это новый какой-то канал, вот у него прям два подряд разговора, один был, а, вспомнила я кто, этот парень, он из Иркутска, он из Иркутска, блогер, а потом был у него, бабичевый разговор с таким, культпросвет, парень из Крыма, и, в общем, два разговора, и в них он, прямо, вы знаете, очень негативно про Россию, негативно разговаривал, а вот с таким вот, который из Иркутска, разговор про Израиль зашел, что вот Америка помогает Израилю, вы знаете, он как-то прямо быстро, быстренько начал, ну, на еврейскую сторону стал, на сторону Израиля, и прямо агрессивно, агрессивно начал против России говорить, высказываться, вот. Ну, я подобных вещей не видел, не слышал, если он защищает не Таньяху, а и правительство израильское, то, ну, что вам сказать? А вы скажите, он еврей? Это такой же, как и Григорий. Он еврей, Александр? Я не в курсе. Подождите, он, мне кажется, он не иудей. Кто не иудей, он не еврей. Он на себя называет, на себя называет, что я еврей. Часто он ему говорит, ты кто, ты таджик, или ты кто? Он говорит, украинец по жене, и я еврей. При этом он Александр из Таджикистана. Нет, обозначение, что у него еврейская кровь, да, может, он и еврей. Я имею в виду в плане еврейской философии, ну, религии и иудоизма. Он не считается. То он не еврей, да. Потому что, посмотрите, даже документальный, не документальный, передача какая-то была, где Ургант и Познер в разные страны ездят, да, там, рассказывают о культуре, о традиции, там, этой страны. Вот они были в Израиле, посмотрите. Вот они зашли к Равину, да, старейшему, ну, к уважаемому. Вот там и Ургант получил ответ, что он не еврей. Хотя он говорит, Равин, я еврей, а потом Равин говорит, вы иудей? Он говорит, нет, так вы евреем быть не можете. А потом Ургант говорит, видите, Познеру говорит, в России, значит, я еврей, а в Израиле я русский. Ну, я с вами согласна, потому что вопрос возникает, если, значит, один, типа, ну, те, которые называют себя евреями, да, один чисто черный, с Эфиопией, второй действительно азиат, какой-то там, какие-то у них там азиатские. Потому что это люди, которые принимают иудаизм, да, и даже испокон веков, просто я вот вам скажу, что на сенитских территориях, ну, я имею в виду в Ближнем Востоке, раньше не было никаких государств, ни Палестины, ни Израиля, ни там, Ливии, Ливана, а был простор живущих вот этих сенитских народов. Так даже в Саудовской Аравии, нынешней Саудовской Аравии, да, даже в Медине, в Мекке, жили иудеи, евреи, арабы, ну, они по крови арабы, но они принимали иудаизм и были евреями. Понимаете? То есть эти люди жили дружно, не было никакого различия. Это то же самое, вот, например, русский человек, да, славянин, скажем так, вот славянин, принявший христианство православное, принявший христианство католическое и принявший религию ислам. Ну, это все славяне. Как они начинают друг друга различать? То есть это мусульманин, это православный, это, значит, католик. И давайте мы им дадим название, чтобы различать. Ну, это хотя один народ, понимаете? Получается, русские, поляки, там, украинцы, и пошло, как бы, да, разделение. Вот, а в целом, как бы, да, евреи, иудеи, я имею в виду, и мусульмане, и христиане, жили в мире на этих территориях. То есть до того, как туда пришли британцы, там не было никаких разногласий, не было, значит, вот этой вот, значит, поножовщины. Единственное, что, да, единственное, что было, это римские, значит, римская империя, которая захватывала эти земли, да, естественно, они громили и синагоги, да, и церкви, и мечети, то есть, да, ну, они отрицали, как бы, ой, не мечети, тогда ислама не было, и христианство только зарождалось. В синагоге они рушили, и евреям запрещали, значит, их религию, да, это было. А потом, когда Рим принимает христианство, они почему-то радикализируют, значит, христианство крестовыми походами, инквизициями, да, и они, значит, прибыв в Иерусалим, ну, то есть, в Израиль, они начинают, как бы, значит, вырезать всех, кто не принимает христианство, то есть, вот, таким образом были, была резня. А потом туда пришли мусульмане, Салахиддин, еврейский народ, иудеи, да, прекрасно знают, кто такой Салахиддин, да, и самый уважаемый раба, раввин, да, того времени в иудаизме был его лекарем, этого Салахиддина, потому что Салахиддин не то, что там ущемлял права евреев, он наоборот, он давал, значит, возможность строить синагоги, молиться, то есть, он сделал так, чтобы евреи себя чувствовали свободными, да, и таким образом возродил, как бы, иудаизм в нормальное русло, как бы, и христианам, он дал доступ к гробу Господню, да, и таким образом, вот, под мусульманами, под Османской империей, ну, после Салахиддина, вот, идет империя, да, там христиане, мусульмане, иудеи жили в мире, это вам расскажут все коренные жители, то есть, коренных христиан очень много в Палестине, очень много иудеев, да, которые жили в этих землях, очень много арабов-мусульман, которые жили, так коренные сегодня все вместе протестуют против Нетаньяху и против государства Израиля, не только в Израиле, но и в Британии, и в Америке, вы видели, где ортодоксальные иудеи, да, верующие, выходили с плакатами, но сионизм, фри Палестайн, потому что они знают, что до, значит, создания искусственно созданного государства Израиль и всех остальных, там жили люди в мире, там же самые древние церкви, понимаете, и в Ливане, и в населенных пунктах в Израиле нынешнем, в Израиле, Палестине, там очень много жили христиан, древних христиан, то есть, да, и там сейчас бомбят же не только мусульман, в Газа церковь разбомбили, в Ливане что-то сейчас происходит, вы думаете, в Ливане только мусульмане живут? Там христиане живут, так же, как и мусульмане. Вы же слышали, чтобы в Ливане там были погромы христиан, кто-то убивал христиан? Нет. Понимаете? То есть, я имею в виду, аврамические религии никогда не ссорились между собой прям так радикально, потому что очень многое объединяющее в этих религиях, чем разногласия, да, ну, если исключить вот эти вот крестовые походы от католиков, ну, радикально, которые весь мир принимает, что это неправильно, то в другом понимании не было столкновения такого, чтобы, ну, говорить, что кто-то кого-то притеснял. Точно так же в Сирии очень много христиан сирийских, да, которые оказались в перипетии этой войны, когда вот разбомбили Ирак, значит, Саддама Хусейна повесили, потом Каддафи убили и дестабилизировали, значит, Сирию, Ливию, Ирак, тогда и создали, искусственно создали радикальные группировки исламского терроризма. То есть, понимаете, эти люди, которые точно так же выполняют задачи и цели определенных людей, то есть они не имеют отношения ни к исламу, ни к иудаизму, ни к христианству. Это просто радикальные люди, да, которые делают так, как им говорят их хозяева. То есть, чтобы развязать свои руки условно, да, я должен что-то сделать против себя, а потом сказать, видите, эти люди на меня напали, да, кто это были? Это были мусульмане. Так я теперь, защищая себя, могу бить кого угодно, убивать детей. То есть, понимаете, оправдывая, вот 7 октября, помните, да, мы имеем право убить детей. 7 октября, помните, да, мы имеем право вторгнуться в Ливан. Так я Паше тоже объяснял. Подожди, ты что, про своих заложников забыл, что ли? Что-то и ты их не ищешь. Почему ты не выявляешь точечно террористов? Раз ты бомбишь газа, ты, значит, понимаешь, что там заложников нет. Иначе, если бы Израиль понимали, что там израильтяне, они бы навряд ли туда кинули бы бомбу. Правильно? Логично? Они же не будут убивать своих заложников. Так, значит, спецслужбы и разведка точно понимают, что там нет заложников. Так, а зачем тогда ты туда кидаешь бомбу, понимаешь, что там дети? Слушайте, вы знаете, вы абсолютно правы. Ещё мне такой момент интересен. Когда вы также с Пашей разговаривали, ну вот про 7 октября, да, про это. И вот такой вопрос возникает, да, что почему не расследование не происходит? Вас там начали в чате писать. Это, видимо, эти Паши, Пашиные поклонницы и Бабича поклонницы прибежали. У нас с Бабичем война, поэтому его поклонницы бегают за мной и пишут гадости всякие. И, короче говоря, вопрос возникает. Почему нет расследования? Как допустили, да, такая вот сильная армия, там, такая разведка в Израиле. И допустили 7 октября. Но спросить нельзя. Да, там много-много вопросов. Спросить нельзя. Как только вы спрашиваете, эти вот, значит, товарищи из Израиля начинают сразу кричать, криком, что сейчас же надо сначала закончить войну. А как вот у еврея у этого, на Украине, у Зеленского, выборы нельзя производить, потому что у нас военное положение. Тут расследование нельзя производить, на Таняху спрашивать нельзя. А также Зеленский не еврей, понимаете? Я согласна. Зеленский не еврей. То есть тут получается, что, в принципе, генетически евреи, они вообще никак не связаны, да? То есть они, получается, евреи, это те, которые связаны с религией. Понимаете, светские люди, смотрите, я вам объясню, светские люди не имеют... Вот смотрите, мусульмане, это же единая религия, христиане, это единая религия, да? Светский человек может быть христианином, который не имеет никакого отношения к христианству? Ну, а если я буду говорить про любого русского, что он... Вот, православный. Вот, например, какой-нибудь русский, например, делает зло. А я буду говорить не русский, а буду говорить, вот православные вот так делают. Хорошо, то есть евреи, евреи, это аналог православным, да? Ну, то есть аналог религиозный. Евреи – это религия. А они юзи. То есть евреи – это и обозначение, и в то же время, да, потому что нельзя разделять иудаизм, и евреи. То есть еврей, он исходит от иудаизма. История еврейского народа, она в Торе. Без Торы нет еврейского народа. Генетика какая-то общественная, у нас, видите, у нас ты можешь быть неправославным, да? У нас ты можешь быть неправославным, но ты можешь быть русским. И мы не разделяем друг друга, что мы православные, поэтому... Нет, мы говорим, мы русские, а православные, веришь ты или не веришь, крещён ты или не крещён, это уже второстепенно. При коммунизме мы жили вообще, вроде как, религия была запрещена. Так, правильно, сионисты хотят, чтобы мы друг друга называли. Вот смотрите, вот идея такая, вот смотрите, Российская Федерация, есть преступники, у нас статистика преступления там за день. Вот когда вы преступников начинаете обозначать, так, преступник, условно, чеченец, преступник русский, то есть вы начинаете разделять, преступник не должен иметь национальности или отличия, он преступник, всё, вот это преступник, надо к нему обращаться как к преступнику, не обозначая его какой-нибудь народности, то есть, да, поэтому, когда мы говорим о политике и говорим, вот еврей Зеленский там ведёт войну, нет, тут еврей, то есть обозначение, оно лишнее, вы понимаете, Зеленский это светский человек, который отвечает за светскую политику Украины, то есть он не приверженец там иудаизма, еврейских культур, то есть, да, ценности внедрения в Украину, поэтому приставка к нему Зеленский еврей, это ложь, это президент Украины Зеленский, да, светский человек, который ведёт светскую политику, всё хочет, а тут определите, преступник он, да мало ли что исповедовал Гитлер, вы поймите, мало ли что исповедовал Гитлер, вот я же вам объясняю, Гитлер для меня не немец, Гитлер, нет, вот смотрите, смотрите, я вам объясняю, Гитлер для меня не имеет национальности, ни веры, ничего, это преступник, да, той эпохи, это злодей, я его не определяю ни к одному народу, то есть немецкий народ не имеет никакого отношения к фашизму, гитлеровской идеологии, то есть, да, поэтому надо отличать, то есть, Нетаньяху, это премьер-министр Израиля, всё, точка, мы не должны к нему вешать ярлык, это евреи, и это значит, это все евреи, нет, это Нетаньяху, который ведёт свою политику светскую, да, это Байден, президент Америки, да, это не американцы, не все американцы желают смерти фалестинцам. Но вы же понимаете, что люди глобально смотрят на представителей, как вот они говорят, Путин, там, кровавый диктатор, поэтому все русские, значит, там... Вот это и есть манипуляция, так это и есть манипуляция, это сионисты, так это сионисты хотят, чтобы человечество ссорилось между собой, вот так вот и называя, вот все русские людоеды, потому что что, Путин вторгся в Украину, значит, все русские, нужно отрицать всех русских, русскую культуру, поэзию, язык, то есть, понимаете, а мы не должны инвестись на это, мы должны говорить всё поимённо, понимаете, то есть, если мы говорим о евреях, давайте говорить о еврейской культуре, о еврейской вере, кухне, да, и тогда вы поймёте, что это очень даже цивилизованные добрые люди с хорошими понятиями, да, добра и зла, но если мы говорим о личностях, злодеях, то давайте говорить о людях-злодеях, не подчёркивая их принадлежность, понимаете? Извините, я перебью, пока вы не ушли от кое-какого тему, сейчас от вас в чате задают вопрос от Николая, и я хотела этот момент тоже осветить, потому что в Америке, да, вот он говорит, что преступность в процентном соотношении разделяют с нелегальными мигрантами в России, это правда, то есть, допустим, столько большинства криминальных там происшествий, допустим, сейчас осуществляют нелегальные мигранты. В Америке статистика 70% криминальных дел происходит от чёрнокожего населения, это статистика, никто не придумывает, понимаете, и сказать, что, ну, это же криминальный, он и криминальный, мы не должны различать, кто он криминальный, ну, мы, может, и не должны различать, но если 90-70% преступлений совершают чёрнокожие населения, то, ну, как бы, надо это принимать во внимание, например, если я иду по улице, навстречу мне идёт белый мужчина, то шансов у меня только 30%, что он нападёт, а 70%, если навстречу мне идёт чёрный мужчина, что он нападёт, и таких, как бы, то есть есть какие-то народы и какие-то расы, которые более... Сегодня... А знаете, что ещё... Поэтому я вам рекомендую людей различать на хороших и плохих всё. Да я согласна с вами, я согласна. Не бывает чёрно-белые, рыжие, красные, там, русские, нерусские, это всё бред. Но есть определённые нации, которые больше всего проводят агрессию, да, то есть кто у нас был колонизатором? У нас ведь были определённые страны, которые колонизировали... Нету наций, нету наций, это нововведение, это придумали сионисты. Ну, вот, опять мы к сионистам пришли, опять к сионистам, значит, есть... Всё, сионисты не имеют ни национальности, ни вероисповедания, это сионисты. Скажите, а вот вы говорите, евреи – это те, которые, значит, вот, ну, верующие, да, вот ваши там талмуды и так, да. Иудеи, да, верующие. А вот скажите, вот в Талмуде же там написано, что евреи богоизбранные, что они там выше всех других народов и так далее, или так это всё неправда? Нет, подождите, смотрите, тот, кто принимает иудаизм, он становится богоизбранным человеком. Да. Не евреи, а иудеи. Так как иудаизм – это заключение завета с Богом, да, и вот это вот пятикнижие Моисея, то есть Моисей, который повёл народ там, да, и проповедовал о единобожии, то есть уверовать в Господа своего. И это первый народ после потопа Ноя, как бы, да, первый народ, который уверовал в Господа своего, понимаете? И иудаизм говорит о том, что любой человек может стать богоизбранным человеком. То есть уверовав в Бога, вы становитесь богоизбранным человеком. То есть в философии своём не еврей, типа, потому что он там внешний еврей, а потому что человек поверил в своего Господа, и таким образом он стал богоизбранным. То есть вы заключаете уже завет с Богом, то есть контакт, то есть всё, вы богоизбранный человек. В этом понимании получается иудаизм, который не принимает, значит, Иисуса и Мухаммеда, они остаются в рамках иудаизма, то есть они за неё не выходят. Поэтому они считают, что те, кто принимает иудаизм, это богоизбранные люди. А кто принимает иудаизм, понимаете, еврей – это русское слово «еврей». Ну, «джудес» на английском, понимаете? А на еврейском «яхудит», «яхуд», понимаете, «якуб». От пророка «якуба» исходит колено, одно из колен, да, аврамического. А Аврам про отец семитских народов, чтобы вы понимали, это семит. Ну, вы понимаете, вы тоже тут, мне кажется, лукавите. И религия… Вы лукавите, смотрите, почему вы лукавите. То, что вы говорите, что любой, кто верует в Бога, он, значит, будет богоизбранным. А нет ли у вас обряда обрезания? Нет ли обряда обрезания? Не должны ли быть обрезаны эти люди? Есть, конечно. А если они не обрезаны и не прошли этот обряд, значит… Так вы, если вы принимаете иудаизм, когда вы принимаете иудаизм, там есть… Так я вам говорю, что есть у Бога свои требования. Свои требования. То есть, понимаете, вот смотрите, вы сдаете на права, да, чтобы получить права, что вы сертифицированный водитель. Что вы делаете? Вы экзамен сдаете. Какой? На вождение, газ, тормоз. То есть, все вот эти столбцы вы должны знать. Не просто, типа, я могу ездить на машине, и вам дали права. Ну, Бог так тоже не делает. Он говорит, ну, я тебя экзаменую, да, и ты должен пройти экзамен на верность. Отрезать себе кусочек члена, да? То есть, есть критерии, требования. Да, Бог тебе это член. Ну, понимаете… Не только кусочек члена, подождите, но… Что еще нужно? Что вы… А вы верующий человек? Вы верующий человек? Ваш Бог что-то там много требует сильно. Какие-то требования, целый список там… Подождите. Вы верите, что Бог реально будет требовать такое вот действие? Зачем вы разговариваете о вере, если вы не верующий человек? Я не про веру говорю, я говорю про ваши странные обычаи. Так вы скажите, подождите, так подождите, я ж не обижаюсь на вас. Скажите, для меня верующие люди – это не богоизбранные люди, а все… Так это вы-то говорите, но другие же верующие евреи… Мы верующие люди, нам Бог, в которого мы уверовали, нам Бог говорит, что вы богоизбранные люди. Не мы говорим, это Бог говорит. А православные, которые верят в своего Бога, они, значит, не избранные Бога. Они тоже богоизбранные. Они же не обрезались. Они тоже богоизбранные. Они же не прошли… Они не последовали за Иисусом. Они не последовали за Иисусом. Да, это правда. Почему они последовали? Они-то считают, что они верят. Иисус был обрезанным. Иисус был обрезанным. Хорошо, Иисус не говорите, обрезайтесь. Он в Новом Завете, это не… Он говорит, он говорит, он говорит, подождите, за Иисуса не говорите. За Иисуса вы не говорите. Иисус говорил, я пришел не для того, чтобы опровергнуть все постулаты, которые проповедовали пророки, то есть он не вычеркивал Ветхий Завет, он не, значит, говорил, что не нужно соблюдать иудейских, значит, ритуалов, то есть он сам был обрезанный, он не ел свинину, понимаете, и все такое, поэтому в Библии написано, что свинина запрещена. Это в Старом Завете, а в Новом не написано? Нет. Хорошо, Старый Завет это часть Библии? Это часть вашей Библии, ваш Толмут этот. А православные, они вообще не особо не понимают ваш Старый Завет. А потом Иисус тоже говорил, что ваш отец дьявол, и вы дети дьявола. Есть такое, про евреи, вот это евреи, вы говорите дьявола, и Бог ваш отец дьявол. Подождите, вы говорите о религии, о которой вы не понимаете. Я, может быть, не верю, но я изучала, я-то изучала Библию. Смотрите, тогда слушайте, отец вас дьявол, это в иудаизме, и зло, и добро исходят от Бога. Все темные силы подчиняются Богу так же, как и светлые. Поэтому Иисус не говорит в прямом виде, что Бог дьявол. Он говорит, что Бог твой и в том лице, как и дьявол, и все еще добро. То есть, он имеет в виду всемогущий Бог. Да, вы просто не понимаете теологию, вы не понимаете философию иудаизма. Нет, это вы просто прямолинейный, это вы просто прямолинейный, зачем вы делаете утверждение, не понимая религию? Я читала специально целые писания. Вы только что с вами разобрались, кто такие чернокожие или белокожие? Хорошо, мы разобрались про чернокожих, но извините, я с вами со мной не согласна. Я согласна, что они живут в гетто и мало-то внимания уделяют, но то, что у них IQ ниже белых, это известно. И то, что они себя ведут как из джунглей, это тоже известно. Подождите, Морген Фримен, чем у него IQ ниже? Я бы говорю про average, я же не говорю, что у каждого черного IQ ниже белого. Подождите, подождите, вопрос, нет, подождите, подождите, вы только что сделали утверждение, а я вас спрашиваю. Я уточняла свое утверждение. Морген Фримен, Морген Фримен, чем у него IQ меньше, чем у вас нет? Я повторяю, что я оговорилась, это разговор шел про average. В среднем IQ черных, это не я говорю, это статистика. Не черных, зачем вы манипулятивные фразы кидаете? Смотрите, IQ в целом ниже, нет, слушайте, я вам объясню. Так я вам объясню вашу манипуляцию, уважаемые. Это не моя манипуляция, это статистические данные. В целом, я вам объясняю, что по статистике проживающих в вашем районе людях IQ ниже, не у всех черных. Я вам объясняю, не манипулируйте, вы за всех черных, нет, 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 нет. Подождите, не манипулируйте, не манипулируйте, потому что черные меньшинство, если они были бы большинство, а вас было бы меньше белых, так вы оказались бы в меньшинстве. Вы сравниваете черных в меньшинстве, зачем вы манипулируете? Берется выборка тысячи черных и берется тысячи белых. Выборка из неудачных районов, так вы выборку берете из неудачных районов, а вы не всех черных вешаете. Уважаю, но тут вы несете бред, я математик, окей, я математик. Подождите, подождите, я с вами не соглашусь, не надо меня подводить, не надо меня подводить. Взяли одну школу, в которой учатся белые дети и черные дети. Сделали выборку тысячу черных в этой школе и тысячу белых в этой школе. Один район, одна школа. Я тоже могу подобрать 10 успешных семей чернокожих детей, которые живут в успешных семьях, и 10 из неудачных семей детей белокожих, да, и сравнить среди них тест IQ. И потом сказать, что белокожие, ну, сказать, как будто бы все белокожие, да, имеют ниже IQ, чем у чернокожих. Зачем вы манипулируете? Вы говорите про детей из неуспешных семей. А, так что, они все неуспешные. Я вам объясню, зачем вы не забываете их чернокожими? А, зачем вы демонстративно? А, почему вы все неуспешные? Зачем вы демонстративно сейчас на весь, на всю публику говорите, чернокожие имеют меньше IQ? Я вам говорю, да, зайдите в Google. Скажите, в районе, в котором я проживаю, среднестатистические жители имеют, среднестатистические жители моего района имеют меньше IQ, чем жители другого района. Вот так надо говорить. Взяли одну школу. Причем здесь черные или белые? Зачем вы манипулируете? Одну школу, в котором у них дети с одного района, потому что у нас дети приписаны к школу. Они берут обычную школу и берут... Так давайте сейчас будем искать, значит, детей-алкашей белокожих, да, которые вообще не воспитывают. Ну, я с вами не согласна, я с вами не согласна. И по поводу... Так вы чернокожих берете из неудачной семьи детей, да, я вам объясняю. Потому что они все оказались неудачные в таком случае. Потому что вы, белый человек, сделали из них рабов, я вам только что объяснил. Только в 90-х они обрели свободу от вас. Они уже не относятся. К IQ не относятся. Да, относятся, относятся. Крепостное право в Российской империи тоже. Не было никакого крепостного права. Не существовало крепостное право. Привело людей до революции. Она полностью все вранье. Никакого крепостного права не было. Особенно у нас на Кубани, у нас вообще свободное казачество жило там. Вольные люди с вольной землей. Поэтому очень много придуманной истории, выдуманной, которая не существует. Вот обиделся мага, короче говоря, что я с ним не согласилась по поводу расы черной. Но знаете, вы мне что хотите, рассказывайте. Но я вам скажу следующее. Можно посмотреть, как они себя ведут. Я не говорю, что все черные там ниже по IQ. Но есть такие всяческие данные. Зайти в Google и посмотреть. Исследования проводились. Десять лет проводили исследования. Я читала эти исследования. Там, значит, Американская ассоциация по демографии. Они проводили исследования. И ни в одной школе. Я вот сейчас помнила, я была не права. Ни одну школу они взяли. Они брали, по-моему, 100 школ по США, с разных районов и делали вот эти данные. Исследования проводили. И во всех этих школах, когда сложили все средние IQ, у черных детей оказались IQ ниже, чем у белых детей. Причем у них черных детей, у них оказалась еще куча разных отклонений по разным психологическим причинам. Потом, смотрите, вот сейчас у нас там какие-нибудь беспорядки идут. Вы видели, чтобы белые себя вели вот так вот группой, нападали на людей, группой врывались в магазин, грабили магазины. Вы знаете, пусть даже, допустим, в 60-е они там стали на равных правах с белыми. Но поведение вот этой вот джунглей, оно не изменилось. Оно не изменилось. То есть у них сейчас все доступно. У них и интернет, и телефон, у них все это есть. Но, тем не менее, они, ну, как зверьки себя ведут, понимаете? То есть у них нету самоконтроля. Они не могут себя сдерживать. Они взрываются мгновенно. И они вот этот имеют стадный инстинкт, да, то есть это группа людей. Они просто стадом нападают или стадом врываются, грабят магазины. И вот он от 70% преступлений, это вот потому что там, потому что. Вы знаете, можно это оправдывать, бог знает чем. Вот это вот угнетениями. Теперь это им в голову вбили, что вас угнетали. Так вы теперь, мужики, делайте все, что хотите. Почему-то вот китайцы, которые угнетали, они все так не ведут. Китайцы тоже здесь эмигранты в США. И они тоже были угнетенные. Но они так не вытворяют ничего близко того, что творят здесь черные. Это просто жестокость, неимоверная и отсутствие абсолютно контроля и каких-то интеллектуальных ценностей. Этот Морган, ну и актер он. Причем он либеральный, с промытым мозгами либеральный, поддерживающий этих всех Байденов, Обам и так далее, этот Фридман. Он, еврей этот, черный этот актер. Ну хороший он актер, но он никакой не научный. Вы видели, сколько получили черные каких-нибудь Нобелевских премий или открытий каких-то сделали. Ну в спорте они, да, потому что у них и клюнистка. Но у них другие качества, у них спортивные качества хорошие, а не достижения у них хорошие. То есть можно отрицать, что мы все одинаковые, мы все одинаково умные. Мы же не говорим, что мы там идеальные баскетболисты, волейболисты и так далее. А вот это то, что еврейство, он несет, видите, вот он как разделяет. Вот, значит, те, которые есть правильные евреи, а есть не те евреи. Вот он, значит, тот еврей. Но то, что наш Бог, это вот наш Бог, и мы избраны нашим Богом. И только вы, которые должны обрезаться, поверить в нашего Бога, вы тогда тоже будете богоизбраны. А если у вас православие, и вы не прошли через обрезание, то вы и не богоизбраны. Вот я его тоже расчехлила. Вот эта вот богоизбранность евреев, вот она и показана этим магой. То есть мало того, что и остальные евреи не такие евреи, он настоящий еврей, и он их расчехляет. Но я расчехляю евреев, которые настоящие евреи. Они считают себя богоизбранными, вот. А вы вот не обрезанные и не заключившие там контракт с нашим Богом, не прошедшие через процедуру, вот такие, то вы не богоизбранные. А то, что вы православные, у вас там свой Бог, это вы не богоизбранные, тем не менее, мы всё равно богоизбранные. Хотя Иисус чётко сказал, и не надо вот это вот замыливание, вот он имел в виду вот это, он вот хотел сказать вот то, вот это вот талмуды, у них вот такие столкователи талмудов, да, раби вот эти вот, рэби этих. Они там так натолкуют, что ногу голову не натянешь, они извернут всё, что угодно. Вот, так на самом деле Иисус сказал, они когда сказали, что, ну ты же тоже еврей, и наш, значит, отец наш, он когда-то сказал, я, говорит, принёс вести от отца своего. Они говорят, ну ты же еврей, значит, твой Бог, это наш Бог. Он сказал, ваш Бог сатана, и вы дети дьявола, ваш отец дьявол. Вы понимаете? То есть Иисус их считал детьми сатаны, и их Бог, Бог евреев, это дьявол. Они, вообще-то, извините, жертвоприношение приносили всё это время Богу своему. То есть какой Бог будет требовать жертвоприношения? Сейчас, вот зайдите, зайдите сейчас в этот, в Твиттер, и посмотрите, что творится, я, может, даже ролик сделаю отдельный на это. Что же творят ортодоксальные евреи в Нью-Йорке? Там сейчас какой-то праздник, значит, происходит еврейский, не знаю, что там у них, анука или что там, я не разбираюсь в их праздник. Какой-то праздник. В этот вот праздник эти ортодоксальные евреи должны успокаиваться в своих грехах. Как это происходит? Они, значит, выходят на улицу центральную, там, в Нью-Йорке, ну, обычную улицу, притаскивают клетки с курицами, и у них, значит, рыбий читает ему, значит, там, какой-то там талмуд, тот кается в своих грехах, и курицу крутят над головой, курицу, живую курицу крутят над головой, и еврей передает свои грехи курицу, потом они берут эту курицу и ее головой, значит, ну, об камень, короче говоря. И показывают, что там кровь прям по улице, лужи крови, причем там так, за каждый грех одна курица. Ты представляете, сколько куриц надо убить? Этот, извините, я даже не знаю, как это сказать, вандализм происходит в Нью-Йорке, и им все можно. Вот попробуйте подить и русского там, русский бы так начал бы курей там лупить, да, кровью заливать улицы, чтобы было бы русский, русский бы посадили бы уже в тюрьму, или любого другого белого, американца. Потом показывают видео, когда уже вот этих кур они поубивали, да, и там просто, просто все залито. В Бруклине, смотрите. Это прямо на улицах города это происходит. Тысячи, тысячи цыплят убито на улицах Бруклина, Нью-Йорка. Ну, они говорят, что куча болезней из-за этого развивается. Куча бактерий, улицы залиты, а Ян Капур этот праздник у них, улицы залиты, значит, кровью, цыплят этих не разрешают, они сами их не едят, это ужас, я не могу даже больше это смотреть, это просто кошмар. Они сами этих цыплят не едят, они, значит, их продают гоем, гоем это вот белые люди, которые не евреи, они считают их гоем, и они продают этих цыплят, значит, которые заражены непонятно чем, то есть куча заразы, кроме того, вот эта кровь, которая по улицам бежит, она тоже расплажает еще больше, значит, заразы, и все это смывается в канализацию городскую, потом там вся эта вода фильтруется. То, что они творят в Умане, я вообще молчу, да, то есть вы все видели, в Умане срач, а вот это вот не в Умане, кстати, это они были, они едут в Умань, написано, что ехали в Умане они, сейчас вам покажу, и ехали через аэропорт Румынии, посмотрите, как они засрали этот аэропорт, они просто загадили. Аэропорт – это полные свиньи, и это ортодоксальные евреи, вот про которых он рассказывал, которые настоящие евреи, которые, значит, обрезаны, которые там соблюдают вот эти все, значит, правила, то есть они-то настолько богоизбранные, что люди, которые живут в других странах, их можно вообще засрать. И Умане эту засрать, и Румынию эту засрать, им наплевать. То есть полное скотское отношение к другим нациям, к другим народам. И вот он говорит, ну вот это есть либо плохие люди, либо хорошие, но в общей, значит, сложности, это все вот нельзя разделять на народы, нельзя разделять на нас. И вы знаете, ну такого никто не творит. Вот такого только негры могут натворить, и вот эти вот богоизбранные люди. Ну или не люди, я не знаю. Ну я, в общем, тоже могу этого расчехлила, я к нему лучше относилась. У меня было подозрение такое, что, значит, у него будет вот тема на такого плана, что вот те евреи, они не евреи, я еврей, потому что я религиозный, я, значит, там, ну вообще, ребята, вы извините. Что значит, если ты религиозный, ты то еврей, а если ты не религиозный, ты не еврей? Это, как сказать бы, вот если ты православный, то ты русский, а если ты не православный, то ты не русский. Вы извините, мы, религия, нас не определяет, нас определяет наша генетика, то есть мы генетически русские. И у нас одинаковые, у русских или у славян, допустим, у нас одинаковые признаки славянства. У нас, допустим, там светлые глаза, светлая кожа, довольно-таки там светлые русые волосы, бывают и темные волосы, но все равно большинство, там есть определенные признаки. И ДНК гаплогруппа, которая нас определяет, что вот вы славяне, а евреи, вы же посмотрите, таджик, он говорит, я еврей. Азиат, он говорит, я еврей. Эфиопец, он говорит, я еврей. То есть генетически они вообще никак не связаны. Вот когда говорит царевич, что они сброд, вот они и есть сброд. Как такового народа у них, который действительно генетически отличается, у них нет такого. Они могут быть собраны со всего мира, вот это именно по религиозному признаку. То есть тот верит в талмуд своего какого-то сатанинского бога, цыплятами крутят они над головой. Это вообще-то мракописие какое-то, натуральная мракописие. Это в современном мире в этом году вот такое творится в Нью-Йорке. Кровью залиты улицы с такими бедными убитыми цыплятами. Это что вообще? Это, извините, это уже не джунгли, это, наверное, хуже еще, чем джунгли. И он доказывает, что давайте не будем различать народы, не будем нации, не будем разделяться. Мы вот все хорошие или там плохие. Вы знаете, хорошие есть, плохие, но есть вообще ненормальные какие-то. Есть вообще совершенно помешанные. И они еще говорят, мы, говорит, богоизбранные. То есть покрутили цыпленка над головой, богоизбранные. А ваш православный там церкви с вашим богом, вы не богоизбранные. Я не религиозная, я не хожу в церковь, но я верю в Создателя, я верю в Исшего Бога. Но мой Бог, это не тот Бог, который требует цыпленков, чтобы их головой об стену били. Вы знаете, мой Бог, если бы я верила в Бога или Создателя, которого я верю, что есть Создатель, я уверена, что Создатель не потребует отрезать член или полчлена или что-то там, и цыпленков крутить над головой, убивать. А до этого они же приносили в жертву и баранов, и говорят, что тайно жертвоприношение и не только животных. Не буду говорить, сами поймете, какие. Вот так вот, до сих пор. Вот, так что думайте сами. Я говорю, богоизбранные эти, они такую устраивают во всём мире, срач, что они доиграются. Я не угрожу вам, это просто исторический факт. Когда начинается в мире вот такая вот фигня, начинаются гонения вот этих товарищей с разных стран. И закончится этим тем же самым, потому что люди начали понимать, кто вот это всё в мире творит. Работорговлей, кстати, тоже занимались эти товарищи богоизбранные. Вот так вот. Если вы посмотрите в списке, кто занимался работорговлей. Все эти Морганы и так далее, это всё еврейские товарищи. Вот, ну ладно, я думаю, ролик уже и так длинный получился. Спасибо тем, кто досмотрел. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok